Привет, спортсменам и валяльщикам! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. Если же вы пропустили то или иное состязание, не знаете, какой счет был в матче любимой команды вам сюда? Это программа «Дополнительное время» — еженедельный дайджест спортивных событий закрытого города. Готовы? Тогда на старт! Внимание! Марш! Начать этот выпуск хочется с новостей мирового спорта. А я про универсиаду в Красноярске. Она подошла к концу и с удовольствием отмечу, что наши спортсмены показали наивысший класс. Российские спортсмены одержали убедительную победу в медальном зачете. На первых в истории зимних студенческих играх, состоявшихся в России, национальная команда поставила рекорд по количеству медалей, а также по количеству наград высшего достоинства. В общей сложности в копилке сборной России на универсиаде в Красноярске 112 медалей. 41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовых. Второе место в зачете заняли корейцы, у них 14 наград. Третье место — Япония, у них на счету 13 медалей. Российские спортсмены выиграли медали во всех видах программы универсиады. Наибольшее количество наград у сборной принесли лыжники и биатлонисты. Не менее успешные россияне были в сноуборде, завоевав 16 наград различного достоинства, а также фристайл, горные лыжи и шорт-трек. Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сяйранов, комментируя итоги универсиады, заявил, что на соревнованиях в Красноярске спортивный резерв сборной России смог проверить себя в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Кстати, 12 марта сборная России в финале хоккейного турнира универсиада выиграла у команды Словакии со счетом 2-1. В составе нашей национальной команды на высшую ступень пьедестала почета поднялся защитник ХК Саров Павел Медведев. По итогам проведенных встреч он набрал 4, это 3 плюс 1, очка по системе гол-пас. Воспитанники Дюшикар приняли участие во всероссийских соревнованиях чемпионы для России, которые состоялись в Пензе. Наши спортсмены продемонстрировали отличную подготовку в эстафете на 200 и 400 метров, соответственно, победительницей и серебряным призером стала Евгения Иришева. Николай Мордвин завоевал серебро в беге на 800 и 1000 метров, Никита Терентьев показал седьмой результат на дистанции 3000 метров, Валерия Борисова стала восьмой в беге на 800 метров. 7 марта в горнолыжном комплексе Банная прошли соревнования Мастерс чемпионата России по горнолыжному спорту. На этих состязаниях Саров представляли четверо горнолыжников из Сарова в составе сборной Нижегородской области. Саровчанка Анна Воронова заняла первое место в своей возрастной группе в супергиганте и комбинации. 7 марта ей удалось повторить успех предыдущего соревновательного дня, снова придя первой с лалом-гиганте и с лалами. 10 марта восемь соревновательных шашистов выступили на областном турнире, посвященном памяти мастера спорта Владимира Барагана, детского тренера из Дзержинска. Среди школьников не старше 2002 года рождение Тимур Мусяев стал вторым, а Максим Костюков завоевал бронзу. Футбол, плавание, акробатика или художественная школа? Куда отдать ребенка, чтобы развивался, да еще и учиться успевал? Ответ прост. Шашки. Этот интеллектуальный спорт, как говорят знающие люди, развивает логику и тем самым повышает успеваемость по школьным предметам. С областных соревнований среди школьников юные шашисты из Сарова вернулись с победой. Шашки только на первый взгляд кажутся очень простой игрой. Это игра простая внешне, но очень глубокая, сложная и интересная по своему содержанию. Шашки учат думать и анализировать свои действия. Эти важные качества помогают не только заклечатой доской, но и в жизни. Наглядный тому пример – педагог Объединения Дворца детского творчества Олег Васенькин. В далеком 72-м году он пришел в кружок тогда еще юным первоклассникам. Приняв эстафету у своих педагогов, сегодня Олег Григорьевич воспитывает новых чемпионов. Вообще шашки называют – это и наука, и искусство, и спорт. Спорт потому, что проводятся соревнования. И мыслительная деятельность не менее здесь, чем, допустим, у атлетов. У атлетов мышцы, а здесь сила ума. Победитель первенства области Миша Ковалев уверен, что первое место завоевал благодаря своим педагогам. Мальчик с самого начала усвоил одно простое правило – тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Я готовился. Четыре-пять месяцев. Это игра в основном. Мы узнавали, что это было. Таня Пешехонова стала чемпионкой области среди девочек. Несмотря на юный возраст, спортсменка уже знает секреты того, как обыграть соперника. Продумать каждый ход. И надо смотреть все ловушки, которые тебе готовят соперник. Серебряным призером первенства стал Максим Костюков. Юный шашист, слон, взрослый и опытный спортсмен. Ищет комбинации, продумывает ходы. И надеется на следующих соревнованиях завоевать первое место. Я старался, торопился, ходы и вот столько очков. Эти ребята только постигают непростой интеллектуальный спорт под названием шашки. Поэтому серьезные соревнования и победы у них еще впереди. 10 марта Саровский баскетбольный клуб «Атом» принимал одного из аутсайдеров Нижегородской любительской лиги команду «Металлург» из ВЫКСа. Саровчане уверенно начали встречу, превосходя соперника во всех компонентах игры. И к большому перерыву уже решили исход матча 53-25. Во второй половине «Атом» чуть сбавил оборотов, но все же одержал легкую победу 89-69. Встречу своими глазами наблюдала Елена Грицкова. С разницей в 20 очков закончилась встреча «Атома» и новичков этого сезона команды из ВЫКСа. После пятилетнего перерыва баскетбольный клуб «Металлург» вновь играет в высшей лиге чемпионат области. Как отметил тренер, скорость у спортсменов хорошая. Осталось добиться точности бросков. «Ребята очень стараются, очень хорошие, мне очень нравится. По физподготовке здорово бегут. Подводят маленько снайперские способности. Как было сейчас видно на игре, маленько не получается снайперской. Но будем работать, отрабатывать это все на тренировках». «Металлург» занимает седьмое место в турнирной таблице. Матч «ВЫКСаунцев» с одной из сильнейших команд области показал стремление новичков сезона пробиться в лидеры и подняться вверх в турнирной таблице. Но сократить отрыв не получилось. Матч закончился со счетом 89-69. Но спортсмены считают, что сыграли с полной отдачей. «Я думаю, этот год мы неплохо сыграли. Проигрываем таким грантом не слишком много, как у нас было в свое время. 50-60 очков. У нас сейчас 3-4 очка проигрыш. Так что, я думаю, на следующий год мы будем показывать лучшие результаты». Директор баскетбольного клуба «Атом», подводя итоги встречи, отметил у гостей стремление навязать противнику свой стиль игры. Матч получился богатым на нарушения и даже травмы. И, как следствие, было много замен в обеих командах. «Тренер варьировал состав, смотрел различные сочетания. Немножко команда оказалась такой, как правильно выражать, жестковатой. Несколько игроков у нас получили пока микротравму, можно так сказать, чем лидеры. Это, конечно, печально». Впереди еще несколько игр. А так как финала четырех не будет, то исход каждой встречи очень важен. Следующий матч саровчане проведут 16 марта на выезде. Они сыграют с лидером чемпионата командой «Газэлектроника» из «Разамаса». «То есть все будет решаться по круговой системе. И каждый матч важен. А с «Разамасом», естественно, по личной встрече надо будет выигрывать больше четырех очков, чтобы иметь дополнительный гандикапс». У наших спортсменов всего несколько дней для подготовки к матчу с одной из сильнейших команд чемпионата высшей лиги. И сейчас спортсмены усиленно готовятся к решающей встрече. В выходные завершился чемпионат города по волейболу среди женских команд. В упорной борьбе лучшими стали девушки из команды «Атом». Второе место из серебряной медали у команды «Ника». Счет по партиям 3-2 в пользу «Атома». Еще один волейбольный финал прошел среди женских школьных команд. На площадке встретились ученицы 15-го лицея и школы номер 7. За ходом встречи наблюдала Ирина Вашегородцева. Весь турнир сборной школы номер 7 и лицея 15 шли на равных. Каждая из команд стремилась стать чемпионом городского первенства по волейболу. К финальной игре друг с другом спортсменки готовились с особой ответственностью. В первой партии сборная 15-го лицея повела в счете, но команда 7-й школы сдаваться не собиралась. Быстро перехватила инициативу и вышла вперед. Поймав кураж, юные волейболистки выиграли и вторую партию. Они, видимо, тренируются больше, то есть тренировки. Видно сразу, что команда тренированная, у них почти нет ошибок. То есть слабого места у них практически нет. Постоянно нападающий удар, блоки. То есть, в принципе, их обыграть очень сложно. Сильная, очень сложная команда. Сборная 7-й школы ни разу не поднималась на верхнюю ступень пьедестала почёта городских соревнований по волейболу. Хотя каждый раз победа была очень близка. Наконец, их копилка пополнилась золотой медалью. В своей победе девочки были уверены ещё до начала игры. У нас просто, скорее всего, такая исключённая команда, что мы, в принципе, готовы и мы настроены к победе. К церемонии награждения команд пройдёт в этот четверг в 7-й школе. А уже в апреле стартует чемпионат по волейболу среди мальчиков. В нём примут участие 7 команд. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей, первым узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов программ, подписывайтесь на наш канал в Ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники. Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!